Окружные депутаты приняли закон, лишающий местных чиновников так называемых «золотых парашютов». Речь идет об отмене денежных компенсаций при увольнении или сокращении с должности государственных или муниципальных служащих всех уровней. Напомню, ранее эти отступные составляли 6 окладов. Помимо прочего, законотворцы подрезали еще одну важную льготу. При выходе на пенсию чиновники больше не будут получать и на временную выплату в размере 10 окладов. Струпы так называемого «золотого парашюта» чиновникам не подрезали, а отрезали официально. Соответствующий закон депутаты приняли единогласно. А ведь решение давалось не так-то просто. Избранники понимали, эта льгота существовала многие годы. Увольняясь, представители власти получали большие деньги. Одной прощальной суммы хватало как минимум на несколько месяцев, а то и лет беззаботной жизни. Но это уже в прошлом. Законопроект, отменяющий выплаты, разработан по инициативе главы региона Игоря Кошина. Очень благодарен депутатам за конструктивный подход. В современных экономических условиях это именно то, чего ожидают от нас наши избиратели, население округа. Абсолютно правильное современное решение. И это замечательно, что по данному вопросу мы с депутатами солидарны. Затянуть пояса придется всем. Окружной бюджет скорректирован почти на 1 миллиард рублей. Уменьшились расходы на проведение различных мероприятий, командировки и содержание чиновников. За счет этого средства удалось добавить на исполнение майских указов президента. Это строительство дорог и жилья. Больше 200 миллионов рублей направят на возведение 11-секционного дома в районе авиаторов. Отметить новоселье в скором будущем смогут почти 220 семей. Не забыли и про населенные пункты. На продолжение строительства жилых домов деньги выделили Устькаре, Индиге и Шойне. 40 миллионов отправят в Тельвиску. Деньги потратят на новую школу. Еще 20 миллионов рублей окружные депутаты выделили для Оксина, чтобы завершить там строительство спортивного зала. Немаловажный момент. Несмотря на сокращение казны региона, материально удалось помочь одному из убыточных предприятий Наринмара. Учитывая тяжелое финансовое состояние предприятия Наринмарстрой, сегодня принято решение о выделении 150 миллионов рублей для расчетов за выполненные работы именно этому предприятию Наринмарстрой. В целом считаем состояние бюджета сегодня относительно положительное и возможно какие-то корректировки в зависимости от выполнения доходной части мы планируем с администрацией провести на следующей сессии, которая состоится 3 июля. Особое внимание на сессии было приковано к 17 вопросу. Закон о так называемой 5-процентной ипотеке для населения депутаты приняли в первом чтении. Законотворцы посчитали, идея хорошая, но ее нужно доработать, а смысл же законопроекта очень прост. Документ предусматривает субсидирование ипотечных кредитов, получаемых гражданами при покупке или возведении жилья, то есть большую часть кредита выплачивает округ. Цель закона – развитие в субъекте жилищного строительства. А вот вдовы участников Великой Отечественной квартиры получат бесплатно. Депутаты вынесли изменения в закон, предусматривающий предоставление жилых помещений по договорам социального найма. Согласно документу, квартиры достанутся всем вдовам, мужья которых погибли во время войны с фашистской Германией. И только в том случае, если вдова умершего повторно не выходила замуж. 108-й законопроект прошел сразу же в первом и втором чтении. Все депутаты единодушно его поддержали. Собрание депутатов, конечно же, готово всегда работать над законопроектами, обеспечивающие, повышающие их качество жизни, в том числе и жилищным вопросом. Народные избранники на сессии приняли еще один важный законопроект. Теперь семьям, усыновившим детей из Ненинского округа, из региональной казны выплатят по 500 тысяч рублей. Причем в первые два года перечислят по 150 тысяч на третий год остаточную сумму. Деньги могут быть направлены на приобретение жилья для усыновленных детей, их обучения и оздоровления. В первом случае по желанию родителей 500 тысяч рублей выплатят разом. Олег Танзийский, Вадим Носкин, Телеканал Север.